Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford 10 Россия. Вау, 3-0. Я прошу прощения за звук сразу, я не дома, я в интересном месте сегодня смотрю футбол. Но решил поделиться с вами в таком формате, прям сразу, потому что матч был безусловно нужный. Манчестер Юнайтед нужно было выигрывать, чтобы ответить за те поражения, которые были на старте сезона. Конечно, сезон только еще начинается, победа на Сент-Мэрис для Юнайтед всегда была не то чтобы ахиллесовой пятой, но это было всегда тяжело. Потому что Святые это такая крепенькая команда, которая постоянно мотает нервы. Помотала она нервы и в первом тайме Юнайтед сделал два изменения в стартовом составе, вышел Кристиан Эриксон вместо Казимира. Ну и, конечно, Амат Диало вернулся в старт после того, как пропустил стартовый состав на матч против Ливерпуля. Что сказать по первому тайму? Господи, боже мой, очень тяжело, очень тяжело было с точки зрения розыгрыша от своих ворот. Потому что вот этот вот билдап пресловутый, он был очень медленный. Я уж не знаю, сухое ли это поле или это ранний матч. Потому что все это факторы, которые маленькие детали, которые все равно влияют так или иначе на то, как будет проходить игра. Пасы все были в недодачу. Пасы были очень-очень медленные. Это бросалось в глаза. И прям в первом тайме мяч ходил очень-очень тяжело. Манчестер Юнайтед часто этот мяч терял. Саутгемптон здорово перехватывал. Очень плохо выглядел Диогу Дало. Всю встречу на левом фланге прям его молодой, молодой вингер Саутгемптона, его просто таскал, ну я не знаю, заработал пенальти на нем. Пенальти абсолютно стопроцентный. И до момента с пенальти Манчестер Юнайтед не заслуживал вообще никакого результата в этот матч. Потому что это было тяжело, потому что мяч двигался очень-очень медленно. И Юнайтед часто бежал лицом к своим воротам. Защитники часто бегут лицом к своим воротам. И это не та ситуация, в которой вы хотите находиться. Вы хотите контроля. Вы хотите, чтобы вы видели, где находится мяч. Вы хотите контролировать игру. Но когда вы бежите за мячом к своим воротам, вы абсолютно ничего не контролируете. И это была, ну вот, главная, наверное, ошибка Юнайтед в первом тайме. Тяжелые передачи, абсолютно такие вот, ну прям дешевые потери, можно сказать. Пенальти. Это был поворотный момент в матче, поскольку пенальти был стопроцентный. Андре Анано, который потащил этот удар, придал вот этот пуст уверенности команде. Который был очень нужен. Который был очень нужен. Он на Юнайтед очень здорово в ответной атаке заработал стандарт и забил с него. Забил Матейс де Лихт. Поздравляем, конечно, голландца с первым мячом за Манчестер Юнайтед. Очень радостно, когда новички сразу начинают оказывать хорошее влияние на игру команды. Матейс де Лихт, помимо этого, очень хорош был в воздухе сегодня. Он очень здорово снимал второй этаж. Ну и гол забил, конечно, прекрасный. Он почти поучаствовал еще и во втором голе, который забил Юнайтед в первом тайме. Маркус Решфорд наконец-то отметился голевым действием в премьер-лиге спустя очень-очень долгое время. Я надеюсь, что это снимет немножко давление самого Маркуса. Удар получился очень хороший. Такой в стиле Решфорда. С подкруточкой в дальний угол. Матейс де Лихт там вовремя ушел с линии огня, так скажем, да, и Аарон Рамсдейл ничего не смог сделать. Что касается того, как Манчестер Юнайтед играл в атаке, играл достаточно тяжело, поскольку мяч доставлялся до флангов очень-очень долго. И у Сауткемптона было время, чтобы переустроиться. Команда довольно компактно оборонялась. И Юнайтед никак не мог найти вот эти вот свободные зоны. Не помог и Кристиан Эриксон, который провел довольно, ну, такой средний матч, наверное, по своим меркам. Датчанин может гораздо больше, но он долгое время находился без практики. И то, что он получил 70 минут сегодня, уже очень хорошо. У Юнайтед появляется какая-то глубина. Мы вот вроде как набрали защитников, но мы сегодня сделали три замены в оборону. Три, друзья. Мы заменили всех трех игроков из четверых, да. И четвертого мы не заменили Диогу Дало. Мне кажется, потому что просто некем было его заменить. Диогу Дало абсолютно верно подвинули потом на правой фланге. Там он смотрится гораздо увереннее, чем на левом. Да, на правом он смотрится гораздо лучше. И Юнайтед во втором тайме стал чуточку увереннее действовать. Чуть быстрее началась игра. Чуть быстрее, там, в одно-два касания максимально быстро продвигался мяч. И это и есть та самая разница, которая есть с таймом первым. Поскольку, когда мяч двигается быстро, соперники не успевают переключиться. Появилось движение без мяча. Этого не было абсолютно. Была такая довольно статичная игра в первом тайме. И начали появляться моменты, ну, такие полумоменты, так скажем. Потому что Аарон Рамсдейл, ну, не трудился практически во втором тайме. Был один удар издалека Маркуса Рэшфорда, который он потащил. Но, в целом, у Рамсдейла, наверное, не было большой работы во втором тайме. Дальше начались замены. Харри Магуайр, Джонни Эванс, Казимира вышли в оборону. И я очень переживаю за здоровье Мазрауи и Лиссандра Мартинеса, потому что оба уходили в каких-то расстроенных очень чувствах. Мазрауи беседовал с тренерским штабом, с медицинским штабом после того, как, собственно, оставил поле. И Лиссандра Мартинес тоже имеет какие-то сложности с физическим состоянием. Я надеюсь, что там ничего серьезного, потому что у Юнайтед довольно плотный график. Вы видели 7 матчей за 22 дня. Это довольно плотный график. Мы начинаем выступление и в Лиге Европы, и в Кубке Лиги в этом месяце. Поэтому глубина состава будет очень важная. Важно, чтобы никто не перетруждался. Если Матис де Лихт оставался на поле, я так понимаю, чуть дольше, чем нужно сегодня. Потому что Андреа Нана там сигнализировал тренерскому штабу, что, мол, нужна замена. И вышел Джонни Эванс. По заменам ничего сказать не могу. Ну или у Гарта дебютировал. И, ну, пока непонятно. Пока непонятно. Понятно то, что он покрывает большой, выполняет большой объем беговой работы. Но, в целом, какого-то импакта у Гарта прямо сразу оказать не смог. Но, в целом, наверное, неплохо. Наверное, неплохо делиться своими впечатлениями в комментариях. У меня впечатление такое, что это довольно дежурная победа, которую нельзя считать дежурной. Учитывая то, как Манчестер Юнайт отыграл плохо в первом тайме. Учитывая то, что мы привезли себе пенальти и могли опять устроиться на какой-то триллер. И, ну, благодаря Андреа Нане мы остались в этой игре. Еще и на ноль сыграли. Это, ну, большое влияние вратаря на игру. Оно действительно иногда проходит незамеченным. А на сегодня был очень-очень хорош. Не то, чтобы у него было много работы. В целом Юнайтед после первых 20 минут, наверное, ничего не позволил создать Саут Гемптону. И, там, красную карточку, когда Стивенс получил за свой просто кровожадный какой-то подкат. Это абсолютно верно. Юнайтед довел встречу до разгромной победы со счетом 3-0. Алехандро Гарначчо отметился забитым мячом. И, в целом, вот эта вся комбинация была довольно хорошая. Единственное, что я не понял, почему не дали офсайт Амаду Диало, который отдавал голевую передачу. Ну, не дали и не дали. Судья вообще, ну, много вопросов к судье есть. Например, за что получил желтую карточку Бурно Фернандеш, когда он там вроде как выпустил мяч за боковую, но при этом не было никакого свистка, и он просто прострелил по инерции в штрафную площадку. Непонятно. Ну, как бы, судья, ладно, давайте опустим его. Джошуа Зиркси тоже какие-то двоякие впечатления оставляет. Он очень низко опускается для того, чтобы разыгрывать мяч. Очень низко. И потом его часто довольно не хватает, если Юнайтед. Но понимаете, в чем, как бы, суть? Зиркси опускается низко, помогает в билдапе. А дальше, в принципе, когда мяч продвигается на фланг, Зиркси должен ускоряться туда, в центр, чтобы под передачу, под прострел, под навес, под что угодно. Но поскольку Манчестер Юнайтед довольно вяло разыгрывает этот мяч на фланге, Зиркси, в принципе, успевает туда добегать, но Юнайтед не простреливает и не играет на него. И это довольно такая продолжающаяся история, наверное, с прошлого сезона, Когда команда не играла на Хейлона. И здесь вопрос, как Манчестер Юнайтед планирует играть в нападении. Как мы планируем забивать. Потому что Юнайтед по потерянным, наверное, XG очкам был в топе. После первых трех туров. Ну вот сегодня подтянулись. Слава богу. И дай бог, как дальше будет продолжаться. Решфорд забил, Гарнача забил, Белихт забил. Все это прекрасно. Философия Тенхага подразумевает то, что у вас не будет забивать один человек. У вас должны забивать вингеры. Вингеры, требования Тенхага к вингерам, это люди, которые могут играть один в один, Обыгрывать соперника, могут бить поворотом, могут забивать голы. И в целом и Решфорд, и Гарнача сегодня это сделали. Маркус Решфорд провел, ну, довольно средний матч. Давайте это называть так. Но в целом забитый мяч ему должен добавить уверенности. Я надеюсь, что у Маркуса дальше. Да и у всей команды вот этого победа, эта уверенность была очень-очень важна. В целом, наверное, вот так. Друзья, делитесь своими мыслями в комментариях. Следующий матч мы сыграем уже вот-вот. Мы будем играть в Лиге Европы. Так что посмотрим, как эта вся история Еврокубковая в новом формате будет начинаться. У меня же на этом все. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока.